В это воскресенье жители региональной столицы встретили один из самых знаковых и светлых праздников христианского мира – Пасху. Торжественные мероприятия прошли во всех районах Волгограда. Впервые за два года состоялся пасхальный крестный ход от храма Иоанна Предтечи до собора Александра Невского. В нем же прошла первая в истории пасхальная Великая Вечерняя. Обо всем по порядку Максим Черпак. Христос воскресе! Храм Великого Князя Владимира в Жилгородке. Для семьи Кульман это воскресенье стало двойным праздником. У главы семейства в этот день и день рождения. Мы с утра обязательно друг друга поздравили, тройным поцелуем, сказали Христос воскресе. Включили песнопение, красивые очень, церковные. Также мы пришли водичку осветить. Конечно же, скушали, тот запас куличей начали кушать, который приготовился. Празднование Пасхи включало в себя концертную программу, интерактивную зону для детей, выставку детских работ. Но главным было, конечно же, богослужение и освящение главных пасхальных угощений, украшенных яиц и куличей. Христос воскресе измертвый, смертью смерть поправ, и сущим в обрабе. Работы создали дети и педагоги семейного центра при храме великого князя Владимира. У нас есть преподаватели, которые занимаются народной игрушкой, вот такое мастерство, потому что дети должны знать свою культуру. В пятнашке, поднятие гири, импровизированная рыбалка. Увлекательные конкурсы подготовили сотрудники культурно-досугового комплекса «21 век». Один из них – «Ходьба на ходулях». Хочу рассказать, как правильно залазить на ходули и ходить на них. Секрет очень прост. 99% успеха – это надо правильно на них встать. В начале попытки были не совсем удачные, но первые шаги на ходулях сделать все-таки удалось. Честно, очень интересное ощущение после этого. Чуточку упражнений, и все будет хорошо. Дети буквально с пятого раза уже все ходят. Поэтому практика, еще раз практика. Ну, я тоже так считаю. Все, спасибо вам большое. Волгоградцы с радостью поздравляют всех со светлым Христовым воскресением. Я думаю, что в душе, в каждом сердечке будет гореть солнышко в этот светлый день. Самое главное – были верны Богу, верны своей душе и все, чтобы у всех было хорошо. Перед началом концерта всех участников праздника поздравил настоятель храма Игумен Христофор. Мне хочется пожелать в первую очередь всем вам крепкой православной веры, крепости православной веры. Хочется пожелать здоровья всем домочадцам, чтобы дети росли в послушании родителям. Мероприятие организовали представители администрации Дзержинского района и храма Великого князя Владимира. Сюда приезжают жители со всего города, со всех районов Волгограда. Этот праздник очень важен для верующих, для православных. Он объединяет духовно, приносит в душу радость. Самым масштабным событием в Волгограде стал крестный ход. Возглавил его глава Волгоградской епархии, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Сопровождали молитвенное шествие, пасхальные песнопения. Участниками стали сотни волгоградцев и гостей нашего города. Впервые за два года в Волгограде проводится пасхальное крестное шествие. Верующие прошлись по центру города до собора Александра Невского. Всех желающих собор вместить не смог, поэтому часть людей слушала Великую пасхальную вечерню на улице. Это праздник, победа жизни над смертью. Это наше спасение, наше чудо. И поэтому весь мир торжествует и радуется. И мы в этом торжестве должны быть первыми, потому что мы православные крестьяне. На Великую пасхальную вечерню привезли благодатный огонь из Москвы. Все желающие смогли забрать с собой частичку святыни к себе домой и продолжить отмечать этот знаковый праздник для всех христиан мира. Максим Черпак, Виталий Грищенко. Время новостей.